Ну вот, спровоцирует ли предстоящее повышение цены акцизных товаров ажиотаж в обществе, пока непонятно. Но вот с последствиями сахарной шумихи в республике власти еще борются, по крайней мере на словах. К примеру, в Караганде сладкий продукт днем с огнем не сыскать. А там, где он есть, продают по килограмму в одни руки и по цене в 500 тенге. Жители, естественно, такой в кавычках маркетинговый подход не устраивает. Но местные власти уверяют, проблема надуманная, дефицита сахара в городе нет. Моя коллега Райхан Тажибаева отправилась по магазинам, чтобы выяснить, насколько возможно и дорога сегодня сладкая жизнь. Такого ажиотажа в торговых домах Караганды не было уже давно. Подогревают ситуацию и надписи на бокалейных прилавках. Сахара нет или одно кило в одни руки создают среди населения искусственный дефицит. Я прихожу сюда каждый день. Раньше после двух поступал в продажу. В одни руки давали по килограмму. Последние четыре дня вовсе прилавки пустые. В Акимате уверяют, дефицита нет. Говорят, что запасов достаточно. На складах стаб-фонда 400 тонн сахара. При необходимости резервы пополнят. Кроме того, 20 тонн продукта отправят в магазины в течение недели. Нужный объем получат и отдаленные населенные пункты области. Соц. павильоны сами отсюда забирают по заявке. Каждую пятницу завтра будет забирать. В среднем 20 тонн в неделю. Ну, так получается где-то. В среднем. 373 плюс... Ну, отбавка там не знаю, сколько они там добавляют. 15 тенге, наверное, от силы максимум. Только с начала месяца в область поступило 400 тонн сахара. На сегодняшний день на коммерческих складах имеется 334 тонн сахара. Пути проплаченная продукция на 884 тонн. В стаб-фонде находится 465 тонн сахара. Продолжается товарная интервенция по заявкам Акиматов в городах и районах. К слову, допустимая торговая надбавка к цене социально значимого продукта не должна превышать 15%, предупреждают специалисты. Нарушение требования грозит штрафом. Субъекта малого бизнеса в 90 тысяч тенге, среднего бизнеса в 225 тысяч тенге.